Подружки успокаивают одна другую. Обратите внимание, как у нее, по-моему, мехом оторочено, да, вот эта жакетка. А как волосы прорисованы. Волосинка каждая видна. Переспицы огромные. Красотки. На рукавах манжеты кружевные. Красивая вещица. Тихая ночь, долгая-долгая дорога. Переживем этот дождь и потихонечку трогай. Дикая-дикая ложь перерубила на части. Наше желание жить с нашим желанием счастья. Моя любовь, мой ясный день. Ее почти не разглядеть. Но все равно она живет. Кто не любил, тот не поймет. Буду сильнее, буду сильнее. Только бы крылья не опалили. Мне уже воскресенье. Я тоже вырвался на рынок. Кстати, я вчера в эту сторону даже и не прошел вот эти полкруга. Ну, сегодня я посмотрю. Ну, правда, тот круг мне больше нравится. Он как-то больше интересного. Здесь такое немножко, ну, ненужное что ли. То есть здесь не найдешь клада. Находил, но очень редко. А там прям есть к чему подойти, посмотреть. Здесь как-то меньше. Ну, все по-разному. Они тоже перетусовываются. Продавцы, посмотрим. Вот, кстати, вариант такой. Более, я думаю, доступный. Да, под золото, не бронзу, а керамика золоченая. Ну, кто не может там позволить себе бронзу, потому что она явно дороже. То есть вот такие варианты. Но что тоже неплохо. Наверное, еще и свеча от него. Это огонь, так, как сказать. Ну, освещает больше света. Отражение от этих зеркальных поверхностей. Ну, поняли. Мощная люстра. Ух, размеры какие. Ну, это явно нужно для высоких потолков. Очень красиво. Конечно, здесь барышни сидят. Думаю, 1150 стоит, наверное. А вот эту вещицу необычную, я ее увидел, увидел ее на Авито. По-моему, это как аптечка считается. Что-то то ли 7, то ли 6 она стояла там. Ну вот, теперь она стоит здесь. Вот здесь, возможно, зеркало ставилось вверх. И еще одна полочка дополнительная. Урна такая миниатюрная, роскошная. Можно даже ее употребить в качестве урны в офисе. Я вижу. Ух ты, часы шикарные. Фарфор и бронза. Птичья тема. А тут что? А тут что-то невероятное тоже. Металл на дереве. Ну, часы впечатляют. Винажница. Достаточно крупная, 15 тысяч. А часики те тоже 15 с фарфором. Ну что, вещица достойная. Думаю, стоит этих денег. Здесь еще два кашпо. Вижу какое-то прям роскошество. Ну что, все уже? Ну, здесь видно сразу, что это старина. И, во-первых, они уже и пожившие, да, и по коцам. И все это говорит о времени. Очень красивые, да. И крупные достаточно. Треснута. Одна птица треснута. Ух ты ж. Жакетик вот такой. Это, скорее всего, монетница с мальчиком. Комплект часики и подсвечники. Подсвечники, наверное, даже сантиметров 60, а может быть, даже 65. С ручками. Вот такого я еще точно не встречал. Подсвечники с ручками. Ручки, кольца висят. И на часиках точно такие же. А внутри ангелочек. Ангелочек. Цвет такой необычный. И сделано, как чешуйка. Рыбьи чешуйки, видите, они больше, больше, меньше, меньше. Стаканников целый отряд рядом лежат. Трубы, да, для самоваров. Тоже навьем. Здесь тоже много всего красивого. Кстати, часики, которые я вчера в субботу снимал. Они бывают так, перетусовывают друг о дружке товар. Возможно, и это те вчерашние. Еще вот такие подсвечники. Они сантиметров 30, наверное, высокие достаточно. Здесь удобно. Один повернут передом, другой спиной. Рассмотреть. Посмотрите, как там выработка деликатная. То есть бронзи вся выработанная. Даже в цветочках все очень-очень мелко. Проработка мелкая. Видно это все на видео. Здесь муран стоит. Ах, часики понравились. А эти 19 век. Две плакетки. Дерево и на дереве металл. Арнавор стиль. Лиские тарелочки. Здесь охота. И с голубой каемочкой. Рисунок яркий достаточно. Будет выделяться тарелочкой. В витринке или даже на полке. И здесь тоже Англия. Если я не путаю. Да, Англия вроде бы. Можно микроволновку ставить. Там написано. Это Германия, Кало. Это ГДР, да, Германия. А, Кало, да, он сказал Кало. Ой, какая она яркая. Вот здесь вообще темно. Вот в этих навесах темновато снимать. Приходится высвечивать. Вот эти у него давно стоят подсвечники. Ну, это современные. Видите, они такими недорогими стразиками. Ну, очень легкие, кстати. Наверное, и стоит недешево, я думаю. Вы видите, в последнее время, вот даже в прошлых съемках уже стали выкладывать много игрушек. И у меня просили поснимать как раз. Много. Вчера даже я снимал там одну даму. Она говорит, еще... Четыре ящика у нее стояло. Она говорит, еще четыре есть. Мне подоставить. То есть игрушек много. Может быть, и недорогих. Это зайчик, это котик. Мяконький животик. А, гуссыни или гусь. Утка ли. Что тут еще интересное? Что-то есть интересное. Дед Мороз, ежик. Здесь огурчик. Фасоль, да. А, вот лягушка есть. Вот это. Вот такую ни разу не видел. Шишечку. Есть такие. И хлопушка старенькая. Курительный предмет. Типа... Типа птицы, по-моему, да? Что-то. Крылья, хвост, клюв. Вот он, как труба сделан. Интересно. Это чернильница роскошная. Все, накладочки здесь. И ножницы, свечи обрезать. Шкатулка интересная. Заюзанная, конечно, но она такая, творческая вся. Медальон. Это, видимо, жених, да, и молодая девушка. Жених. Как его назвать? Как его назвать? Состоянием. Жених состоянием. Невеста бесприданного. Поэтому голову опустила. И расстроена. Любит она другого. Ой, вот эти красивые, тончайшие. Воротничок. Большие статуэтки. Дамы и кавалеры стоят, прислонившись к стене, да? И деревья. Вот они. Ну, сантиметров 40, наверное. Может быть, даже 45. Если с деревом высокие очень. 30 тысяч вместе по 15. И рядом стоит вот эта роскошная шляпь. Глазочка на ножки. И тарелочку еще хотела вам показать. Старая Россия. Тишина. Автор Тишина. Царского. Вот здесь номер телефона этих ребят. Они здесь. У них и оценка вот этих всех предметов. И купить у них возможность есть. И продать, если у вас что-то застоялось и ненужного. Ну, все оценят и заберут. Или наоборот, привезут. То, что вы выбрали. Как раз вот эти предметы. Картины без рам. Ну, вот красивая, яркая, да? С кувшином красном. Есть лес. Эту картину я вам уже показывал. А этот товарищ, по-моему, монетку, да? Забрасывает себе в рот и прячет. Наверное, у него завод есть. Две висюшки даже остались родные. Кстати, икон появилось больше на рынке. Здесь нашел два варианта ключей под часы по 200 рублей. В субботу я вам показывал за тысячу. Но он до рельефа... До варили... Господи, вы как не могу. До революционной. А эти попроще. Хотя тоже старенькие. 70-80-е, наверное, да? По 200 рублей. А так-то они стандарт. Сами по себе. По размеру. По 200. Я вам как-то показывал вот эти подсвечники. Роскошнейшие, конечно, они. Вообще, он за 15 их продает. Но вот даже готов за 12 отдать. Ножка одна отвалилась, но она прикручивается. За 10 может отдать. Кто-то, может быть, очень хочет. То можно, думаю, сослаться на канал Ивана Рыбникова и приобрести их за 10. Я пока воздержусь. Настоящие, да? Настоящие. Носибельные лопаточки. 1000 рублей. Ну, скинут там. Да, 800 могут скинуть. А потом у него два подсвечника вот таких стоит разных. Латунь. И вот такой второй. Ну, вот это красивенький. Хотя и тут гладенький. Многие любят без лишних узоров. Тоже хорошенький. Я вам часто его снимаю, этого мужчину. Правда, так и не узнал, как его зовут. Ну и кое-что у него покупал. Кстати, я у него покупал эти висюльки для люстры. Потом пришел, мне не хватило, а уже их нету. Висит люстрочка. Он говорит, ну, если забирать эти висюльки, то гамбузом все. И все эти вот они за 4 тысячи стоят. Ну, вообще дорогие они, да. Если все забрать. Он говорит, ну, если... Она работала. Когда снимали, то есть не включалась. Ну, да. Работа целая. Даже не сомневаюсь. Ну, красивая. Даже вот смотрите патроны старые, 50-х годов. А если ее целиком забирать с люстру? 4 тысячи. Так, это будет 4. Ага. Хотите висюльками заберите, хотите полноценной люстры. Сумка есть редкая, так же упаковать упакуешь. 10 тысяч парочка. У него платочек какой-то. У нее бантик. Оба в носочках. В лопоточках. Кудри у обоих. Бьются на ветру в танце. Увлечены, видите? Кстати, они увлечены не друг другом, но чтобы друг другу на ногу не наступить, скорее всего. Красивая. Сантиметров 15, наверное. Здесь недалеко от Аси. Встретил дам. Я почему-то их раньше не видел. У них здесь шляпки вот такие роскошные. По-моему, по 2 500 они их продают. Ну, это, конечно, нормальная цена. Единственное, сейчас вложения не делаю. В шляпки их. Ну, сейчас просто... Ну, бессмысленно. Они, то есть... Ну, и ткани нужно закупать, и все, да, все вместе. Эти две дамы подарили мне вот этот лоточек. Косыночку из кружек. Пригодится. Вот это, на самом деле, мне у них понравилось. Очень интересное. Менингитка ее правильнее, наверное, назвать, да? С сеточкой. Ну, вот эту надо узнать. Может, подешевле отдадут. Здесь еще есть интересные у них. Вот эта очень крутая, кстати говоря, необычная. Вообще бы я тут частик забрал. Не кормите его. Вот эта своеобразная, да? Плетеная какая-то. Так, и есть светленькая. Вот эта. Вообще у них здесь и перчатки, вот, наподобие, как мне купила как раз Наташа Фальконе. Там себя в Америке должна прислать. Кстати, вот такие Элла из Австралии мне присылала. Вот точно такие же, вот с такой сборочкой. А вот эти необычные, надо сказать. О, вот эти необычные. А, это Лайкра. Ух ты, какие они крутые. Да, вот эти очень крутые. Как и шляпка вот эта. Вот такие подобные, да, присылала мне Элла. Так, и кожа здесь. Кожа черная есть, кожа белая. Здесь еще у них лоточек с кружевами. Много всего. Сейчас тоже Марина Евсикова гуляет в Италии по рынку. Тоже купила три красивых салфетки. Мне. Видимо, опять посылочку собирает. Мариш, спасибо большое тебе и привет. Так. Потому что здесь их, это все не укупишься. Дороговато. Там подешевше. Так что россияне меня все-таки поддерживают сграничной. Ой, какой вот этот красивый. Ну, вот эта находка, конечно. Вот этот шикарный. Просто сказка старенький. Здесь еще есть, я думаю, это эти. На стол. На стол. Сейчас спрошу этот воротничок сколько стоит. Сумочки есть. Сумочки. Вот такая из бисера. На одной стороне рисунок. Вот эта тоже старенькая. Так. Ну, все красотки. Да, и это тоже замечательное. Ну, вот подобные мне прислала, по-моему, Ольга Трап из Германии. Нет, это та посылка, которую я вам так еще не отснял. Я ее откладываю, потому что она очень большая. Она 20 килограмм. Но до нее нужно дойти и наснимать долго. Ну, ничего, я все равно все отсниму. Так, пойду спрашиваю. У Касси купил тортики. Орел кофе пью. Передышка небольшая. Ася выбрала бордовый. Я забыл, как называется этот бархат. Красный бархат, что ли, называется тортик. По-моему, последний раз я его где брал? В Кремле, когда выступали. Говорю, какой ты выберешь? Она подумала, ручки сложила. Говорит, давай бордовый. А этот висташковый. Ну, очень вкусный. Вот она занята там. Покупатели у нее. И, кстати, только что подошла королева. Они сегодня купили у Васи что-то. И поблагодарила. А с мужем она была тоже куча покупок. У них идут довольные. А вот это самое приятное, наверное, да. Сходить прогуляться. Такой день воскресный. И что-то приобрести. И обсуждать. Это купим, это не купим. Ну, что, забавно. А потом прийти домой еще распечатывать. Здравствуйте. Распечатывать и любоваться всем. А я думаю, наверное, они еще приходят и думают. Блин, а надо было еще вот эту Аси взять. Вот это. Ну, ничего. Мы сходим в следующие выходные и купим. Они так, наверное, рассуждают. В следующие выходные новый товар. Вот. А тем более у нее новый товар в следующие выходные. Завтра она получает, отмоет все. Перемоет, принесет. И расставит все красиво. Вадик, у меня гравюры будут. Ты говорила? Это у Вадима подсвечники. Он говорит, камышовый. А я не сразу увидел, что камыши по центру. Вот парочка у него лежат 15 тысяч пара. Тяжелая бронза, хорошая, качественная. Что-то у него тут еще есть вот это, не знаю. А, ну тоже подсвечничек. Это дешевый, наверное. Такой крупненький. Тысячу. Ну, а что, тоже замечательный. Ножка у него очень длинная. Выступ. Тысячу рублей всего лишь. Туда даже можно плафон сделать такой. Какой-нибудь из кружев. Или пустальный даже найти. Вклеить. Очень красиво будет. Весельки повесить на эти веточки. Ага. У Вадима вот эту тарелочку я не видел. Ну, а может быть это его сосед. Ух ты, что-то тут необычное с латунной какой-то этой перекладинкой. Самостоятельно, видимо, подвес сделан, да? Это что, на кузнецово похоже. Красотка. 2 500 стоит. Графский. А когда 5 лепестков, графский, да? На короне. Золотые монограммы, да. А, там золотые, да? А, это зажигалка. Нет, это парсигар. Здесь для спичек. А, она может вылетать, да? Да. Сигарета. Здесь сигарета. Трясешь так, так и она вылетает. Понял. Вот здесь спички хранятся. Спички. Вот здесь черкаешь, а там сигареты. Тяжеленькая, кстати говоря. Такомы сегодня здесь скидки были. Ну, наверное, на эти игрушки, да? А фарфор, наверное, по прежним ценам. Вот необычная кружечка. Посмотрите. Кружочек. С птицами. А здесь какая ножка. Элегантная. Казахстан. Бавария. Как ваши дела? Все хорошо. Наши дела. Извините, сколько? Два. Зеро. Два. Пайф. А это шляпа такая, похожая. С рогами. Бычок. Она уже говорит, убрала все красивое. Ирина же зовут, да? Ирина. Ну, вот это, говорит, дайте нам вот это посмотреть. Эти чашечки пара. И она такая легкая, легкая. КПМ. Такой нежный, тонкий рисунок, да? Рябинка, не рябинка, что это? И там два колечка или что-то уже, да, Витя? Свадебная. А, свадебная? Юбилейная, она говорит, на юбилей, на свадьбу. Такой фарфор. Кремовый. Это такой красивый, очень хороший. Деликатный рисунок очень. И форма, конечно, такая, какая-то плоская, вытянутая. Есть две пепельницы. Германия. В бирюзовом есть цвете, есть бордовом. Бомбоньерки различные, шкатулочки. Тоже Германия. Со снегом, с салазками. А и летняя вот тоже есть. Два медальона здесь лежат. Вот такие своеобразные, интересные. Но это для оформления лофтов тоже вот. То есть недорогие такие, я думаю, штуки. И петля есть. Все это еще отмыть, подкрасить. А что-то даже написано. 1817. Работаль. Ой, даже непонятно, что-то толстой. Вижу последнее, а что-то там еще непонятно. Так, и здесь вот второй медальон. И можно их выкрасить в один цвет. Будет одинаковая. Мальчуковая такая, для мальчуковых комнат. А здесь огромный выбор лопаток для обуви. Например, сова. На любой вкус каждый может выбрать с подвесом, чтобы на петлю надевать, на крючок. Чтоб висело, а не валялось. Ну, они тяжелые, кстати. Конь. Такой вот красивый, коняга. Ага, лев, крыса, кабанчик, кот. В сапогах есть орел. А, эту даже за 300 отдал. Собакевич. Мышь держит денежки и ключик от сейфа. Какую цену вот эти? 3 400 любая ложка. 3 400. 3 500, 3 400, видите? И на удачу. На удачу. Вот такая подкопка есть. Прямо с завода. Прямо с завода, говорят. Видите, они все блестят, сверкают новенькие. А это такой ковшин необычный здесь стоит. Петушок или кто это? Чудо какое-то из чудес. Чудо из чудес. Такое странненькое. Для любителей необычного. Но ложка классная. 3 400 она стоит. Ну, на подарок. Когда не знаешь, что мужчине подарить. Прекрасный подарок. Кстати, возраст у мужчины может быть любой. У Равшана. Я сегодня... Оно уже все собралось. Видите, все в коробках стоит. И стол все у него аккуратненько. Все как на лучших фирмах. Но у него лежит, стоит на столе. Остался вот такой вот красивый предмет. Царских времен, кстати. Касля-чугун. Очень красивая такая винтажная, закрученная, ракальная пепельница. А сколько стоит? Пятерик. Пятерик стоит. Ваня, тебе и кобыть. Пятерик. А вот тоже еще тут. Не пятерок, чуть побольше. Но красивая вещица. Видите? Клоузаная. Тоже клоузаная считается, да? Да, клоузаная. Клоузаная, да. Чистой воды клоузаная. Чистой воды китай. Да. Что, миллион готов? Прекрасная вещь. Как это уже выглядит, когда они все собираются в хаос такой. Да еще, тем более, сейчас их предупредили всех, что точно начнется в 5 часов. А сейчас, по-моему, начало пятого. Поэтому, конечно, они уже активнее стали собираться. Здесь еще Сергей из Бельгии убирает свой товар. Ну, кое-что есть. А я у него не видел вот эту вазу с мальчонками. С двух сторон такой мальчонка. Красотка. Сантиметров сорок она, наверное, такая пузатенькая. Я вчера уже пришел, намыл, конечно, свою вазочку, эту бисквитницу, чайницу ее можно назвать. И поставил свою новую эту, как ее, господи, витринку. Так красиво она туда вписалась. Она же не золотая витринка. Видите, сколько роскоши здесь. Так красиво она вписалась. А ее увидела у меня знакомая моя, которая шьет у меня уже лет, ну, 15, вот сколько я и живу в Москве. Ой, 12, 12. И она говорит, Иван, вот такие баночки использует как раз-таки для... Закладывает в них желания. И они там множатся, они как из дома никуда не уходят. То есть на богатство. Я говорю, ну, давайте, присылайте, все, буду выполнять. Умных женщин нужно слушать. Смотрите, кстати, вот такую вещь, что точно мы с вами не видели. Морской котик, зажигалка. Очень забавная, правда? А вообще похолодало. Я вот сижу, что-то меня потрясывает прям. Холодно. Ветер подуть. Вот такая погодка. Так, ну, здесь кое-что я вам показывал. Вот эта керосинка интересная такая, видите? Или это зажигатель. Это зажигатель. Так, ну, вы многое, многие товар знаете лучше, чем я. Что я вам еще не снимал у него? Ну, вроде бы все, вы видели остальное. Вот эта бабулька интересная. Собачонка или готика она кормит там. В стиле... В каком стиле? А, она ему косточки положила, да, собачки. Прекрасная вещица. Ну, добрая, да, доброта. Так, ладно, замерз, побежал. Все, они собираются. Пока зашел, погрелся, а уже свечерело. В гостинице посидел, погрелся, с Мароком разговаривал. Кстати, разговаривал тоже сейчас, переписывался из Бельгии, из Бельгии с Еленой. Вы помните, там невероятную посылку посылала. Интересная она, дама такая. Тоже попросил у нее, чтобы она записала какие-то видео о себе. У нее тоже находок в лошадных рынках много. Она, по-моему, как экстрасенс, что ли. Немножко она записала о себе какой-то информации. Немного города показала, попросил. Приятно, что ты даже не знаешь, кто тебя смотрит. А смотрят люди хорошие и благодарят тебя еще. Вот тоже она собрала посылочку. Скинул ей новый адрес. Кстати, да, по адресу. Некоторые потом меня ищут, где найти, чтобы спросить адрес. Вы пишите мне ВКонтакте, я вам там ВКонтакте, там адрес свой. Куда, что, чтобы... Ну, легче найтись ВКонтакте. Тут же я не могу на Ютубе или на... Кстати, на Яндекс.Дзене там есть личные сообщения. Да, можно перейти в личные сообщения. На Ютубе этого нет. Ну, все, иду, сверни Саши домой. Монтировать для вас завтрашнее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok